Черепаец побежал уже в третий раз, но в отличие от прошлых лет, в этот раз отдельно выделили дистанции для дошкольников и целых семей. В прошлом году в кроссе нации участвовало 3000 человек. В этом году бегунов насчитывается больше 4000. С каждым годом Черепаец все больше приобщается к здоровому образу жизни. Причем уважать здоровый образ жизни учат прямо на ходу. Победитель забега на 150 метров Александр Спирков всю дистанцию бежал со своей двухлетней дочкой на шее. Таким образом приобщая ее к спорту с самого детства. Нелегко. Нелегко сколько бежали? Не знаю. 150. 150 метров? Да. А за сколько, не знаю. Забеги от Ледового дворца стартовали на самые разные дистанции. Кто хотел легкой и приятной пробежки, регистрировался на 150 метров. А у кого было желание испытать себя по-настоящему, замахнулись на 4, а то и на 8 километров. Бегал и на больше 10-12 километров. Это так, разминочка. Готов к пробежке? Конечно, готов. Не зря Кросснации самое масштабное по количеству участников и географии массовое спортивное мероприятие. Миллионы людей в российских городах участвуют в забегах. Сегодня вся Россия стартует. Кросснации – это мероприятие в основном агитационного и пропагандистского характера. На старт вышли череповчане, кто за здоровый образ жизни, кто дружен с физкультурой и спортом. Важное отличие от профессиональных соревнований – в Кроссе нации нет строгого регламента. Правила носят лишь рекомендательный характер. Поэтому среди участников царит атмосфера всеобщего праздника здоровья. Это самое главное – вести здоровый образ жизни.